Юлиан, спасибо, что нашли возможность пообщаться с нами. Я бы хотел начать с операции ВСУ в Курской области. Вы понимаете ее основную цель сейчас? Я думаю, что у украинского наступления много целей. Одна из них — перевернуть игру, смешать карты. И это получилось. Как минимум половину августа мировые СМИ и политики обсуждали, что происходит в Западной России. Я думаю, что это что-то новое. Мы видим, что Украина контролирует территорию размером с Берлин — около 1000-1200 квадратных километров. Кто-то говорит больше, кто-то меньше. Я думаю, что еще одна цель — чтобы в случае победы Дональда Трампа на выборах иметь что-то на руках для сделки. До этого только у России были территории внутри Украины, а у Украины не было территорий внутри России. И я бы сказал, что для такого простого человека, как Дональд Трамп, сделка, в которой вы что-то отдаете и что-то получаете, может касаться и территории, и земель. Вы можете представить, что Украина попробует обменять занятые части Курской области на, к примеру, Мариуполь? Мистер Зеленский все время говорит про обменный фонд. До сих пор это касалось только пленных, а теперь это может касаться и земель. Он не конкретизирует. Я думаю, что Мариуполь вряд ли, но если мы посмотрим на север Харьковской области, на Волчанск и Глубокое, например, то это реально. В том числе и с точки зрения географии. Территория, которую мы отдаем, близко к территории, которую вы отдаете. По крайней мере, мне думается, Украина рассчитывает на это в случае победы Трампа. Но это очень рискованная игра. То, что мы видим, например, в Судже, Россия бомбит эти территории всем, что у нее есть, что она делала и раньше. Когда, например, религион «Свобода России» пересекал границу, они используют авиабомбы, ФАБ-500 и уничтожают все до последнего дома у границы, пока последний украинский солдат, ну или российский оппозиционный боец, не покинет территорию. Мы видим, что сейчас российская армия продвигается на Донбассе довольно высокими темпами по меркам этой войны. Это как-то связано с курской операцией ВСУ? Украина вывела из Донецкой области какие-то силы в Курскую область. Это открытая информация, по крайней мере, какие-то батальоны, каких-то бригад. Поэтому всегда можно сказать, что из-за меньшего количества войск ВСУ россиянам теперь проще продвигаться. Но я думаю, что это только часть проблемы. Проблем у ВСУ сейчас очень много. Есть новые бригады, которые не воевали раньше. Есть потери в существующих бригадах, у которых тоже мало опыта, и их отправляют на передовую. Есть проблемы с офицерским составом на уровне роты и батальона. Там новые командиры, которым впервые приходится командовать подразделениями. Есть проблемы и с ротацией. Еще несколько месяцев назад командиры знали территорию, все позиции, оружие, расположение врага, местонахождение гражданских. А сейчас мы видим в Новогродовке и Курахово, что новые подразделения не знают местность. Мы видели шокирующие кадры, когда россияне заходят в центр города, а там одинокий украинский танк, пытающийся сопротивляться. Выглядит так, что украинские военные не знали, что россияне уже тут. Три дня назад город был под контролем украинцев, накопилось множество проблем. И, конечно, огромная проблема – это недостаток оружия и амуниции от Запада. У кого сейчас больше ресурсов? У Украины, чтобы защищаться или у России, чтобы атаковать? Мы видим, что скорость наступления россиян возросла, и я не вижу причин, чтобы эта динамика изменилась. Раньше Украина могла бросить в бой дополнительные силы. Сейчас мы видим, что, например, пополнение приходит под Новогродовку, убивает там российских солдат, а в пяти километрах оттуда в ИСУ нет совсем, и россияне проходят там спокойно. Их атакуют только дроны, камикадзе и артиллерия. Выглядит так, что Украине сейчас приходится выбирать, какие направления защищать. А Россия в комфортном положении и может атаковать много территорий одновременно. В первую очередь, потому что у нее просто больше людей, которых она не считает. Все думают, что это хорошо, что Россия теряет по 200 человек в день. Но это их расчет, они могут себе позволить терять по 200 человек в день убитыми и еще столько же ранеными для достижения стратегических целей. Давайте поговорим об атаке украинских дронов на энергоструктуру в России, на нефтебазы. Это имеет какое-то отображение на поле боя в конечном итоге? Я бы не сказал, что эти удары имеют стратегическое значение. Они скорее символические. Они важны с точки зрения пиара, показать, что Украина может отвечать. Но честно, я не вижу, чтобы эти удары имели влияние на поле боя на востоке Украины. Например, когда ВСУ заходили в Суджу, многие говорили, что там важный логистический узел, и теперь Россия не сможет поддерживать свои силы в Белгородской области. Но этого не случилось. Россия слишком большая страна с очень большими ресурсами. Человеческими, энергетическими, нефтью и другими ресурсами. Мы видим горящие нефтебазы, но видим, что Россия прекратила экспорт нефти. Причем задолго до того, как эти атаки стали большой проблемой, чтобы накопить запасы. Год назад очень многие эксперты говорили, что фронт застыл, он не двигается. Нет преимущества ни у кого, и никто не может победить. Сейчас, что вы можете сказать по этому поводу? Я должен признать, что был одним из тех, кто говорил, что украинское контрнаступление разморозит фронт. Я надеялся и публично говорил об этом в апреле, мае и июне прошлого года, что украинские танки и немецкие леопарды прорвут российскую оборону и изменят ситуацию. К сожалению, я ошибался. Как и многие другие. После этого в июле, августе и сентябре вы правы стали говорить о том, что фронт нужно заморозить. Ничего не меняется. У России нет сил наступать, у Украины нет сил контратаковать. Так было зимой. Этим летом мы снова видим, что фронт сдвигается. Украина захватила тысячу километров, и Россия за последние семь месяцев серьезно продвинулась. Не везде, но на тех направлениях, где было нужнее всего. Конечно, это не те условия, в которых Россия будет готова к переговорам. Зачем вести переговоры, когда ты побеждаешь и продвигаешься вперед? Они бросают бомбы на позиции, где они не продвигаются больше. И это согласуется с заявлениями Кремля. Это очень плохая ситуация, за которую ответственен Запад. В первую очередь США и Германия, которые не обеспечили Украину достаточным количеством ресурсов, чтобы сопротивляться российской агрессии.